Здравствуйте, меня зовут Светлана. И маленькое отступление перед новым роликом. Вот смотрите, сегодня минус 7, ночью было минус 10, курга, но мои курочки, как вы видите, много задают сейчас вопросов, при какой температуре гулять. Они пусть гуляют, чтобы только не отморозили гребень. Конечно, минус 20, они уже не выходят, но когда потепление в том году, они выходили. А так вот сейчас одни под навесом спокойно гуляют, солому копают, все, двигаются, как говорится. Но они же в перьях, перейка почти что закончилась, и мне так холодно. Так, конечно, все на улице очень мерзопакостно. Вот началась вьюга, как видите, у нас. Вот, теперь сегодня поговорим о том, как избавиться от мышей. Я вам расскажу о трех способах, которые я использую в своем хозяйстве, от мышей и крыс. С вечезимним периодом, как бы мы ни хотели, мыши все равно ползут к нам в дома. Так как у нас много зерна, мы закупаем зерно в больших объемах на зиму, и мы закупаем солому, никуда не деться, мыши у нас есть. Все равно. Как говорится, они же из полей, лесов, приходят туда, где им можно покушать. Им же тоже кушать хочется. Первый способ – это вот это вот счастье, которое у меня находится в руках. У меня четыре кошки. Вот. Да, конечно, проблематично, что кошки, но зато они отрабатывают свою, как говорится, свою кормежку на сто процентов. У меня и крысы, и мыши, и землеройки, и кроты – все на пороге. Как говорится, они чуть-чуть придавят, и все показывают, что… Видите, какая у себя погода? Что показывают они, что принесли. Эта подруга у меня любит сидеть в сарае, обязательно. Эта кошка к нам пришла, и мы ее взяли. Она села на солому два года назад. Кто-то ее там поранил, и такими глазками смотрела. И все, она у нас… Кошка очень у нас, она приветливая. Она с нами любит ездить в машине, смотреть в окошко, тихо сидеть. Вот. И еще у меня, у меня всего четыре кошки. Видите, не хотят, конечно, сидеть, позировать на камеру. Но вот это мои работники. Конечно, где-то они могут шкодить, но, как говорится, они свою работу знают. Потому что и в солому, как говорится, я же солому не могу все проконтролировать. А эти ж чувствуют все, и сено у меня, не забывайте, и солома. Вот это первые помощники, и первый способ, который поможет нам избавиться от мышей. Коты хуже ловят мышей. Лучше всего ловят кошки, потому что они, как мамочки, все-таки заботятся о своем потомстве пошли. Они у меня живут, и цыплят, и не трогают ни цыплят, ни кур. И вот в любом случае, когда солома сена у нас стоит, мыши обязательно будут. И проконтролировать, как говорится, их поймать именно в тюках соломы сеном нереально. И вот на это приходят мои помощники. Да, четыре штуки. Ну вот пришла девочка, не могла же ее оставить на улице, как говорится. И они работают, оправдывают. И, как говорится, у меня особо нет мышей, вот так вот, чтобы и зерно портили. Вот, конечно, зерно у меня в железных бочках, но есть, конечно, и в мешках. Но они всю ночь сидят у меня в сарае, ловят мышей, ловят мышей и крыс. Ну вот, сейчас мы поговорим о втором способе, как я избравляюсь от мышей и крыс. Потому что на улице там сейчас метилюга у нас, холодно, и просто будет просто не слышно. Нам давно уже знакомые посоветовали, давно я пользуюсь этой фирмой. Это вот такая фирма Котофей. Видите, она в разных есть вариациях. Чем она удобна? Именно для меня. Во-первых, это для мышей и крыс. Ну, видите, как красиво оформленный, какой шикарный кот с красивейшими, безжелтыми глазами. Так, во-первых, она не пахнет. Во-вторых, она безопасна для пищевых продуктов, вот если рядом где-то что-то хранится, для животных, которые живут у вас в доме, вот, для птиц, если есть попугаи. Потому что в любом доме, вот как и даже у нас, иной раз мышки к нам забегают. Кошки, конечно, у меня бывают, но на ночь все-таки мы их стараемся на улицу, чтобы не ставить много песка, потому что четыре кошки, вы сами знаете, они еще ухитряются и воевать между собой. Вот, и поэтому нам приходит на помощь вот это котофей. Это хорошая вещь именно для грызунов от мышей и крыс. Вот эта книжечка такая, сейчас я вам покажу, чем она удобна. Видите, здесь находится клей, он не пахнет яркий, люблю желтый цвет. Что зернодробилка оранжевая, что это желтая. Вот, сюда нужно положить жареный хлеб, черненький или беленький, но на натуральном, как говорится, масле, на растительным запахом. И все. Ну, мышки прилипнут, и тогда уже мышек можно будет убирать. Если, как говорится, вот ложи те кошки у вас ходят, можно прикрыть какой-то решеткой. Ну, вот у меня вот такая решетка, я могу просто вот так прикрывать, мыши пролезут, вот если в сарае, а кошки уже не залезут, потому что котам же не объяснишь, вот моим лично, что сюда лазить нельзя. Вот она не пахнет, без запаха, положил спокойненько и забыл. И, например, когда я кошек выгоняю на улицу, например, вечером, я просто, где у меня там бывает, они расшуршат, раскладываю, ложу сюда кусочек хлеба или какая-то другая приманка, что у вас есть на сегодняшний день, и все. А утром уже прихожу и убираю их. Ну, что делать? Надо же, как говорится, жалко, не жалко, но они же являются паразитами и разночниками любой заразы. Так, что еще можно посоветовать, могу? Вот еще тоже такая ловушка, лоток-ловушка для мышей. Все основано на принципе клея. Она тоже хорошо раскладывается. Вот, видите? Вот, раскладывается. Это более поменьше. Ее можно положить, как говорится, где-то в другие места, за шкафами, за диванами, чтобы кошки тоже не прошли. Тоже можно ложить приманку, какую вы, конечно же, захотите. Вот, но чтобы она была пахучей. Даже можно зернышки положить. Вот, но лучше, конечно, вот жареный хлеб на растительном масле, чтобы был запах, чтобы они сюда сами шли. Ну, также еще есть отдельно клеи, которые можно использовать. Вот тоже котафей. Видите, все красивые такие глазки у котика, как у моих кошечек. Которые можно использовать, просто нанести на любую поверхность. Если там где-то у вас маленькая поверхность или вот не залезет ни эта ловушка, ни эта, можно на маленький кусочек картона положить, и все, мышки ваши прилипнут. Чем еще хорошо вот это вот? Вы видите, вот мышка прилипла, вы ее убрали. А когда ей отдаете отраву, например, даже вот когда травят у нас на работе обычной отравой, то она же умирает где-то под полом, и тогда, конечно, это кошмар. Вот чем хорошее это средство, именно основанное, не токсичное, основанное на клее, мышка остается у вас, вы ее забрали, выкинули, утилизировали. Она не ушла ни под пол, ни в сарай, и не разлагается, как говорится, потому что запах очень, конечно, неприятный. Но это вот мой второй способ ловли мышей. И, как говорится, вот эти все способы действительно работают. Бывают мышки, конечно, но, говорю, кошки у меня, это умница моя, но не везде же кошки могут пролезть. Например, где стоят бочки железные к стенке, они там не пролезут. Тогда я делаю на кордонку вот этот клей и потом аккуратненько проверяю. Или ложу вот эти ловушечки специально на клею. И все, где кошка не пройдет, там работает у меня котофей. Вот. А где кошки, ловят кошки. Расскажу о третьем способе. Мы и нора сами виноваты. Начну издалека, с огорода. Многие делают компостные кучи прямо у себя на огороде. Когда нет живности, они туда выбрасывают пищевые отходы, и там размножаются крысы и мыши. И они там бывают летом. И летом, и осенью, и зимой. А потом, понятно, им деваться некуда, они возвращаются к нам в дом. Еще. Также о кормушках. Если будет зерно насыпано постоянно, вот, например, полностью зерно здесь, то здесь, конечно же, будут мыши. И зерно в сарае. Я такого не допускаю. Я покормила, кормушки убрались. Также, если морозы в сарае, они поели, кормушки поднялись. Все, что они насыпали, они соберут дальше. Еще был такой у меня опыт, когда мы только начинали. Мы тогда привезли стены в этих, в рулончиках маленьких, в квадратиках, и засунули его в сарай. И вы не представляете, сколько там было мышей. Потому что, если есть жрачка, туда идут мыши. И также, где хранится зерно. Если где-то что-то рассыпалось, я обязательно сразу собираю веником, чтобы зерно не валялось, чтобы доступа мышам не было к еде. Ну и, конечно, мы используем другие приспособления для ловли мышей. Так что используйте разные методы, потому что мыши разносят заразу. У кого-то даже крысы не дотянут, воруют яички из гнезд. Так что смотрите, надо использовать разные методы, но чтобы избавиться все-таки от мышей, чтобы не было, как говорится, их полностью. Ведь они плодятся очень быстро, у них идет воспроизведение их него потомства, и надо сделать все. Ну вот я говорю, не оставляйте зерно разбросанным, кормушки полные. Они обязательно к ним придут, они будут знать, куда идти и придут, потому что они тоже выживают. Так что будут вопросы, задавайте. С удовольствием вам отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!